садились вот такой заброшенный за за эй кто то есть там как забитая это ж блин явно старинная штука вот нашли такие грабельки такая мысль что эти грабли нужны для того чтобы лесное место тут куда ни пройди везде классный вид на нашу на наших друзей малого вот мы и пришли откуда и вышли не в глотку ему не влезут друзья мои мы находимся в уникальном месте местечко это называется мильно интересно лодочка посмотрим может кому-то надо проезжаем город хвар да нам направо татьяна у нас тут занимается вышиванием посмотрите друзья мои какое море я впервые такое вижу чтобы вот так вот трассировались лучи волне здесь глубина около 70 метров сейчас я вам попытаюсь показать если у меня это видит камера обалдеть он меня жрёт там наш маньян ну реально он так присасывается как капец а я не люблю этих тварей вообще как бы ну когда когда но ты не видишь оно лезет куда-то блин я не знаю как вот такая уникальная бухточка друзья мои мы приближаемся к городу корчула зачем знаменит этот город здесь есть музей предположительно где родился и жил марка пола да нормально на закате так вид шикарный да вот здесь стоим и тремя лодками красота море обалденный вот такая бухта красивая с пляжиком мало решили обогнать всех выпустив геннайкер самый красивый парус который мне нравится это бабочка ну конечно после геннайкера спиннайкера друзья мои сейчас не то чтобы ночь сейчас 2226 и каждое место настолько уникальное где мы останавливаемся в хорватии к сожалению даже звездного неба чистого звездного неба я не могу вам показать обалдеть охотники какие-то ну жидковато ну вот мы и срываемся с с этого места в сторону дубровника садились вот такой заброшенный зад зад сад и дима пункцию это как свекла только с колючками вариланая причем выкладывали на 3-й решателе так ладно пробуем им по вкусу как вверх это реально не она вкуса не размешалась ну когда я попробую похоже на черноблодную рябину Это между клубничкой, мне похоже, и со сливками малину. Прикольно. На что похоже? На сладкую свеклу. Да, интересное местечко такое. Интересное место. Это бывший санаторий. Даже такое витражное стекло. Смотри, из какой дранки сделано перекрытие. Смотри, из какой дранки сделано перекрытие. Реально туалеты? Ну это душ какой-то, да. Да, это туалет. Всё, смайти. Да, вид вообще шикарный. Ну что, надо следовать по дорожкам, наверное. Такие тут более-менее ещё сохранились. Следовать. Маша, это туалетная была? Да, вон, смотри, какая-то. Как билет. Билет. И тут люди пили водицу. А может, она есть? Да, вон тут выкрученный краник. Вон туда подача была по трубам. Где-то вот с того резервуара. Её заглушили. Эй! Кто-то есть там? Нет, нет, нет. А кто отвечает? Эхо, эхо, эхо. А может, гранату кинуть? Нет, это эхо, 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 эхо. Классно. Оно не отвечает. Сюда петь классно берем. Бой. Ой, да не вечер, да не вечер. Как забитая... Это ж, блин, явно старинная штука. Ну да. Это вот как расклинивали железяку. Её, видимо, заливали сюда ещё жидкой, наверное, расклавленной. Наверно. Потом вставляли сюда ещё в жидкое вот кольцо, а потом забивали эти, чтобы его распёрло ещё больше. Прикол. И здесь так же, да? Да, и это явно не металл. Ну, может, это медь, что-то такое более... Не, скорее всего. Ну, не чёрный металл. Видишь, у него нету такой вот... И, скорее всего, вот так вот его просто запрессовывали. Это медь. Вот. А, вот. Свинец это. Свинец? Свинец. Точно, точно. Жидкое, легче всего расплавить. Круто. 1938 год. Вот такие технологии присутствовали в 1938 году. Это предвоенное даже. А сделан он из мрамора. Видали как? Здорово. Прикоснулись мы, так сказать, с вами к... Истории. Точно. Прекрасность. Шикарная металла. Вот такая красота. Такое растение интересное. Как будто челдобречки такие мелкие. И дорожек полно. И, кстати, этот ботанический сад, наверное, явно имеет глубокие корни. Потому что вот та тропа туристическая была сделана точно так же вот в этом Нарабе. Вот здоровые бордюрные камни, а в середину насыпанная вот это вот мелкий гравий. Вот там точно так же была эта тропа сделана. Ой, какой миленький. Интересное сооружение. Смотрите, как собраны камни. Калиброваны, подогнаны. И вот такая стена. Сейчас обойдем, посмотрим, что там такое. О, далеко обходить решеточку. Не, очень большая эта роща оливковая. Но никто не ухаживает и нету плодов ни на одном дереве. Где-то пытались завязи образоваться. Где-то я видел на одном дереве, но они настолько малые и не хватает сил. Вау. Вот, смотри, вход. Закрыто на зиму. Угу. Вот нашли такие грабельки. И такая мысль, что эти грабли нужны для того, чтобы собирать плоды оливок вот так. Давайте проверим. Сейчас тут, конечно, оливок уже нет, не видно. А, вот. Вот они образуются так. Так, давайте представим, что они большие и попытаемся им снять. И вот так вот мы их, опа, опа, собираем. Вот видите. Не густо, но пойдет. Ну, тут вообще их мало. Ну, наверное, как-то так. Вот, то есть, листочки не задерживаются. Видите, они вверх направлены. А вот эти завязи, как они называются, держатели-то, эти крышки. Да, вот. И они вот так вот зацепляются. Все. Интересное место. Тут, куда ни пройди, везде классный вид на наших друзей Маловых. Смотрите, друзья, насколько толста кора местных сосен. только будто вот это должна быть внутренняя часть она ее просто вывернул здесь обычно сырое и и выгибает а вот эти сосны откуда отвалилась вот мы и пришли откуда и вышли море вообще чудесное море бесподобно красивая чисто специально для наших подписчиков друзья мои смотрите вот море вода сюда заходит сейчас небольшой отлив и вот здесь вот прячутся кривит толстый давайте за ними понаблюдаем и маленькие такие вот они стоят что-то ждут вот там по моему краб подойти поближе небольшой крабик такой вот он малышня исключено лишь паш привет вот большая самая петка вышла из камня а вот еще выпула креветочка черноморская но да похоже варененькая мне кажется это прибой нет вот смотри рак отшельник туалет да сейчас уберем вот этот вот грибочек не знаю как он называется кидаем вот сюда вот в эту дыру так вот кидаем сюда здесь вам видно потому что у меня тут солнце отсвечивает кидаем ничего не происходит опа исчезла я не знаю кто там живет но вот эти штуки любит что говорит вы меня не замечаете я тут плаваю уже час залезла полностью а что ты ему хочешь дать вот и набрала ему печенье не в глотку ему не влезут она же такая голодная ну вот согнала посмотрите теперь у него шея квадратная ха 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 друзья мои мы находимся в уникальном месте друзья мои мы находимся в уникальном месте местечко это называется мильно сейчас я вам покажу какая красота нас окружает это старинное такое место просто аутентичное вот такая красота прямо как венеция питьевой билетик такой с веселым львом я так думаю вот так стекает вода стекала уходила скорее всего набирали воду есть подсветка ночью наверное это очень красиво смотрится просто впечатляет интересно вот морю просто вот только причал девочки стоят девочки вы русские украинские алюлю потом потом алюлю не может что-то обрось а тут паша 1866 год и петух не петух да это вот масоны жидомасоны и прочее очень интересная водочка давай посмотрим может кому то надо руль с чехлом стеклянная дверь брендер щит а смотри лебедочка или бухточка просто да не ну бухта прикольно только ну там намотали не слабо но что-то тонкий он для шмартового вот кому нужно пишите по этому номеру номер такой странный чехословакия по моему ну что такая приготовленная панельки есть реймарин бакштаг да а там еще антенна какая-то реймарин радар ну столика нет конечно но это по моему сколько футов 35 наверно максимум а бегунок тоже перенесен видишь наверх вот бегунок погон гроб а погон да погоны верх это явно уже потом доработка была лизиджек ну так я скажу 39 ну она так здорово доработана она переработана 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 она однозначно а паруса вон там смотри куда улетели аж ну это у кого-то парус улетел на крыше дома ничего такая интересная латчонка и чистая ее явно либо вынимали недавно прикольно проезжаем город Хвар нам направо нету можешь рулить смотри на глубины еще вот здесь островок такой блин трусы мои вот островок интересный эта крепость сооружена в 13 веке является символом острова Хвар также есть оборонительное сооружение и постройки времен эпохи возрождения такой красивый город такой красивый трусы трафик оживленный трафик мы решили идти искать место дальше впереди вот наши друзья идут идут не те которые на байдарках татьяна у нас тут занимаются вышиванием кружок кройки и шитья да татьяна да будем закончить диванчик да последняя да осталась клево а тут у нас за бортом вот такая циркушка ой циркушка маяк просто голый остров и маяк там живет смотритель наверное водочки какие-то стоят а остров называется покойный долг покойный долг вот такая красота дорогие товарищи так хочется туда проехать посмотреть на тузике как там может гроты какие есть мы едем вот на тот остров надеюсь там будет для нас место на стояночке интересно такое скала если приблизить то ли пещера то ли просто тень посмотрите друзья мои какое море я впервые такое вижу чтобы вот так вот трассировались лучи в волне на глубине здесь глубина около 70 метров сейчас я вам попытаюсь показать если у меня это увидит камера это вообще отпад это вот трассировка такая уходящая в глубину обалдеть прячется я не это не не это не это не это друзья мои интересное место нашли открыли для себя называется место городишко светлая неделя посмотрите какие поля то есть они под таким уклоном находится но это наверное все равно что как вот крыша дома и представьте вот как крыть крышу они здесь это возводит вот эти все поля они настолько крутые где я принципе про тех кто здесь что-то возделывает это просто очень круто очень красивое место пещера вот там вот там пещера там какая-то 2 но там просто какая-то полость над самим городом стоит крест где-то здесь но перед вот это возвышение и вот здесь вот крест надеюсь вам видно очень красиво есть капитанерия вот капитане кораблик стоит глядит за порядком друзья мои мы приближаемся чем знаменит этот город здесь есть музей предположительно где родился и жил марка пола представляете какое знаковое место я даже не думал что марка пола родился в хорватии ну извините меня за мою безграмотность недалекость марка пола это путешественник который написал книгу путешествовал в азию по сухому пути ну это просто это просто такое вот место силы и такое красивое и вот такой красивый город вся акватория яхточка развернулась представляете какой корабль стоит ненамного ниже самой высокой точке а это колокольня этого города от ватерлинии до радаров и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да нормально, на закате так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вид шикарный, да. Вот здесь стоим мы тремя лодками. Вот такая лагуна. Мы тут провели одну ночь. Запах от сосен. Просто великолепный. И что удивительно, нет москитов. Что очень приятно. Сейчас мы направляемся в магазин. За провизией. И не только. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красота. Море обалденное. Вот такая бухта красивая. С пляжиком. В этом месте. Там лагом кто-то стоит. Рыбки даже плавают. Первая линия. Да? Да. Плоток. Департаменты. Первая линия, да. Но на яхте сюда не зайти. Поэтому вот некоторые становятся в эту бухту. Маловы решили обогнать всех, выпустив генайкер. Генайкер. Вот какая красота. Ну, красота какая. Давай, 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 давай. Ну, все, Тань. Сейчас упилят. И ребят обгонят. И ребят обгонят. Классно. Супер. Здесь ветра нет. Сейчас найдут. Как круто, Тьявол. Вообще. Со стороны просто сказка. Классно было. Самый красивый парус, который мне нравится. Это когда, ну, конечно, после генайкера, спинайкера это бабочка. Вот такая красота, ребят. Идем бабочкой и ветер. Фордак. Фордвинт. Фордвинт. 7 и 8 узлов. Друзья мои, сейчас не то чтобы ночь. Сейчас 22.26. И каждое место настолько уникальное, где мы останавливаемся в Хорватии. Ну, к сожалению, даже звездного неба, чистого звездного неба, я не могу вам показать. Но хочу, чтобы вы услышали шум моря и пение птиц в лесу. Убалдеть. Охотники какие-то. Ну, жидковато. Придется с этим спать. Надеюсь, с вами свидеться завтра утром. Спокойной всей ночи. До завтра. Ну вот, мы и срываемся с этого места в сторону Дубровника. Вот мы с вами подходим к знаменитому мосту Дубровника. И сам Дубровник находится вот здесь, рядышком. И вход туда, в лагуну. Но мы с вами его проходим, потому что мы идем на таможню в Софтат. Субтитры подогнал Игорь Негода.